В одном из районов возле временно оккупированного Луганска нанесен удар по расположению рашистских военных и склада боеприпасов. В месте поражения наблюдается огромный столб дыма. Местное население подтверждает, что удар был нанесен в районе поселка Юбилейное, куда накануне завезли артиллерийские боеприпасы и заселился личный состав. Судя по видеокадрам упавших обломков, атака была произведена с помощью французских ракет «Скальп». Поселок Юбилейное находится в непосредственной близости от временно оккупированного областного центра и в 75 километрах от линии боестолкновения. Также в пабликах распространяют кадры сбития одной из ракет, предположительно атаковавших вышеупомянутую законную военную цель. Ну а тем временем, рашистская армия продолжает бомбить Белгородщину, выполняя план Кремле-фюрера по созданию санитарной зоны. За прошедшие пару дней российские летчики сбросили на Шебекино и округ четверя авиабомбы. Речь идет о ФАБ-500 и ФАБ-250. Число значит вес взрывчатки в килограммах. К слову, 12 мая на жилую многоэтажку в Белгороде, где погибло более 15 человек, упала 500-килограммовая версия. Таким образом, на свои регионы и оккупированные территории Украины с начала года рашисты сбросили более 90 ФАБов. Это привело к сотням смертей и ранений среди гражданского населения, в чем губернаторы и гауляйтеры, естественно, обвиняли в ССУ. Если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Священник объясняет, что по Белгороду прилеты, потому что белгородцы недостаточно хорошо молятся. Сейчас люди говорят, а что же Белгород, как же Белгород? А Белгород, друзья мои, должен с утра до вечера молиться Иосафу Белгородскому, чтобы он защитил свой город. Что-то я не услышал, я спрашивал, но не заметил. Нету такого ажиотажа молитвенного возле Иосафа. Нет. Иосафу Белгородскому молятся регулярно. Просто Иосаф Белгородский защищает только от прилетов по Белгороду с украинской стороны. А кому молиться, чтобы свои авиабомбы на голову не сбрасывали? Непонятно. В Крыму люди должны молиться Луке Крымскому, чтобы он с моря, суши и воздуха защищал свой город. Насчет Крыма вообще бесполезно кому-то молиться. Президент Ирана Ибрахим Раиси погиб вчера во время крушения вертолета. Иранская делегация летала на границу с Азербайджаном на совместное открытие плотины. Вместе с президентом на борту было несколько чиновников и имам. Все они, включая экипаж, погибли. Их тела сейчас перевозят в Тибриз, куда и направлялся вертолет. Это был вертолет Белл-212 американского производства. В США он запрещен к использованию, так как у него есть серьезные проблемы в конструкции несущего винта. Спасательная операция длилась всю ночь. Вчера еще СМИ писали, что вертолет президента совершил жесткую посадку. И о гибели речи не было. Но погода в этом районе особого оптимизма не внушала. Там был очень сильный туман и плохая видимость. Вот кадры с места крушения. Скорее всего, вертолет врезался в гору. Правительство уже выступило с заявлением о гибели президента. Временно исполнять его обязанности будет вице-президент Махбер. А в течение 50 дней в Иране должны пройти выборы нового. Но здесь стоит сказать, что Ирам это Исламская республика. А значит, высшая власть принадлежит не президенту. Главный духовный и политический лидер страны это несменяемый Аэтала Али Хаминеи. Что касается отношений с Россией, то тут вряд ли будут какие-то сильные изменения. Хотя Россия делала ставку на то, что именно Раисе заменит престарелого Хаминеи. Российские регионы продолжают уплывать. На этот раз режим ЧАЭС из-за паводка объявили в Якутии. Там из-за ледохода разлилась река Лена и затопило более 350 домов. Местные чиновники говорят, что пострадали даже населенные пункты, которые до этого не топило. Но что уж говорить, если чиновники никогда не готовы даже в тех районах, где подобное случается каждый год. Медведев решил поговорить с Алисой Яндекса. Это колонка такая. И поделился своими важными впечатлениями в телеграм-канале. Решил поспрашивать у станции, где в Украине стоят памятники Бандере, какое расстояние между Киевом и Белгородом. Не получив желаемых ответов, он назвал голосового помощника трусом, который включает дурку. И пригрозил признать топ-менеджеров компании Яндекса иноагентами. Ну, по-моему, дурка вовсе не у искусственного интеллекта тут. Очередной герой, путинской СВО в кавычках, герой, пытался убить человека. К этому уже, к сожалению, мы начинаем привыкать. Бывший вагнеровец душил 12-летнюю девочку в подъезде дома в Волгограде. А на войне он получил медаль за отвагу. На фронте оказался стандартно. Поехал из колонии, где сидел за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшему смерть. Зато за несостоявшийся поджог военкомата мужчина из Новосибирска получил 25 лет. Первые пять лет Илья Бабурин проведет в тюрьме, а потом в колонии строгого режима. Обвинение он отрицал, говорил о давлении силовиков и пытках. То есть, представляете разницу, за убийство отпускают на фронт и дают помилование, чтобы потом эти люди продолжили убивать на свободе с орденами героев. А вот за такое непринятие войны дают 25 лет. В Кемерово вчера несколько мужчин устроили настоящую перестрелку на улице из пистолетов и автоматов. Прямо на парковке у жилого дома. К счастью, никто не пострадал, а стрелков полиция задержала. Как говорится, слава богу, что мы живем не в 90-е, у нас не ходят по улицам люди с оружием, нет бандитов и вообще безопасно. Украинские беспилотники вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал аэродром в Кущевской. Сообщают о повреждении одного истребителя Су-27. Также горел славянский НПЗ. Вот кадры атаки перед вами. Также на выходных был нанесен удар по Севастополю. По неподтвержденным данным мог пострадать малый ракетный корабль проекта 22800. Называют даже число погибших, 6 человек, но каких-то визуальных подтверждений пока нет. Поэтому эту информацию нужно считать предварительной. Вот интересное кино. Мы так не договаривались. Во Владивостоке безногому ветерану СВО сломали руку за слишком громкий звук протеза. Когда ходишь по квартире, протез брямкает и создают звуки. Все это не понравилось соседу. Стук в дверь, я подошел, открыл и сразу без слов получил бруском в голову. Я упал, и сосед начал меня забивать по всему телу палкой. Вся голова в шишках. Странно. А по телевизору говорят, как героя будут носить на руках. Сотрудник следственного изолятора рассказывает, что вернувшиеся с войны зэки нарушают все статьи Уголовного кодекса. С вами Белый Соболь. Я бывший сотрудник следственного изолятора. Ни для кого не секрет, что зэков набирали. Набирали и в ЧВК Вагнер, и в Шторм-Зет Министерства обороны. Весь спектр нашего огромного Уголовного кодекса совершают бывшие бойцы штурмовых подразделений, вернувшиеся со специальной военной операции. Если ты вернулся со специальной военной операцией, будь на***й тише воды ниже травы. Ходи на цыпочках вдоль домов. Не, ни хрена. Вон один тоже вернулся со специальной военной операцией. И тут же начал все свое село-то вилами. Потом вилами заколол 85-летнюю старушку. А вот этот освободитель никого не заколол. Не успел. Он вернулся в Краснодарский край, Каневский район, Станица Челбаская. И вот толпа подростков запинала ногами. Все идет по плану. По плану. По плану. По плану. По плану. Просто по плану. Вот по графику. В тексте документ прямо сказано, что США обязаны предоставить Киеву дальнобойные ракеты Атакмс. Это серьезное оружие. Те самые ракеты, которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому. Но Джан Коя убеждал в этой связи республиканцев проголосовать быстро и положительно. Лично глава Пентагона Остин. Палат представителя министра обороны США опять пугал Путина. Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска надо будет в Прибалтике и Польше. Продолжение следует.